Треугольник В данном случае мы садим ее по естественному расположению. Это у нас чуть ниже ребер. От нижнего ребра и на 5 см вниз. Как правило, у девушек треугольного типа самое узкое место там и находится. При этом, если талия есть, ее не стыдно подчеркнуть и при помощи широкого пояса. Затем по бедру до вот этого места платье либо сарафан должны сидеть довольно-таки плотно. Они же должны не спадать. Таким образом, мы подчеркнули одновременно женственный изгиб, но при этом за счет четко акцентированной талии и правильной длины она должна быть либо до середины икры, либо вообще даже в пол. А если хочется покороче, все-таки лето? На самом деле можно взять платье с разрезом, либо сарафан с разрезом и в принципе сильно греть они не будут. Главное создать общую гармонию в силуэте. Если взять в данном случае покороче, то ноги будут тяжеловато выглядеть в коротком платье. У нас получился женственный низ и легкий верх. И легкий верх мы можем подчеркнуть при помощи тонких бретелек. Мы используем платье с акцентированным лифом. То есть это может быть просто драпировка на груди, это может быть, как здесь, платье с запахом. Каким-то образом мы пытаемся акцентировать внимание на груди, то есть делать ее визуально больше. Вот, собственно, такие моменты, на которые мы должны обращать внимание в случае с треугольной фигурой. Акцентуация на талии, на самом узком месте силуэта. Прямой, не спадающий низ, плотно сидящий по бедру и в дальнейшем свободно свисающий. Длина до середины икры, либо даже в пол. При этом тонкие бретельки, мы подчеркиваем хрупкость верха силуэта и оформленные бра. Либо при помощи драпировки, либо с запахом. У Ларисы красивая женственная фигура с акцентом на бедра. Как мы знаем, это один из самых распространенных типов фигуры. И на ней один из самых распространенных фасонов летней юбки. Это узкая прямая юбка. К сожалению, для данного типа фигуры такая юбка не подходит. Особенно, если у нее цветастая расцветка. Она только привлекает внимание. И если расцветка графичная, как здесь, она делает бедра визуально шире. Какая же должна быть юбка для типа фигуры груши? Давай поучимся на примере голливудских звезд. Давай. Самые известные груши Голливуда, это у нас Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Бейонси. И обрати внимание, как они выбирают юбки. Они ни в коем случае не выбирают юбки, сидящие на бедрах. Юбки сидят довольно высоко. И они акцентируют талию при помощи широкого ремня. Это первое правило. Если у вас широкие бедра, выбирайте юбку довольно высокой посадки и обязательно акцентируйте талию при помощи ремня. Второй элемент, который обязательно украсит данный тип фигуры, это разрез. Глубокий эффектный разрез, полностью открывающий ногу. Если форма ноги позволяет, это всегда работает. Да, мы должны понимать, что акцент в образе должен смещаться либо на пояс, либо на верхнюю часть. Поэтому, подбирая юбку, если вы выбираете цветастую юбку, выбирайте верх более яркого, более насыщенного цвета. Обращаем внимание на материал. Вы видели, когда Лариса шла, юбка очень эффектно развивалась. Это синтетический шифон из полиамида. Мы говорили о натуральном шифоне с шелковыми нитями. Но сейчас чаще можно встретить именно полиамидный шифон. Он намного легче. Шифон из акрила и шифон из полиэстера, к сожалению, так легко не струятся. Очень красиво получилось. И вот мне нравится этот женственный вариант, особенно если сравнить с брюками, которые мы тоже пытаемся летом носить. Но мне кажется, юбка Макси и удобнее, и эффектнее смотрится. Да, да. И данный материал, полиамид, еще пропускает влагу. То есть он довольно эргономичен, поэтому в жару в нем не будет жарко. И это как раз тот вариант, о котором ты упоминал, что юбку в пол можно носить даже с пиджаком. Да. В одежде, которая сейчас на Екатерине, допущено несколько ошибок. Во-первых, это контрастные темные вставки сверху. Они действительно могут стройнить, но в том случае, когда у вас крупные бедра, лучше стройнить низ, а не вверх. Второй момент – это не очень правильно подобранная юбка. За счет эластичности ткани она собирается в горизонтальной складке. Это визуально у нас подчеркивает живот и расширяет бедра. Если вы выбираете плотно сидящую юбку при широких бедрах, она должна быть прямой формы и ни в коем случае не эластичной. Она всегда должна сохранять эту форму. Обрати внимание, Сара надела прямую свободную юбку в сочетании с контрастным темным верхом. Казалось бы, противопоказания, но обрати внимание на уровень, по которому проходит талия. Она немножечко занижена. Это скрадывает объем с боков. А вот Ким Кардашьян допустила ту же ошибку, что и Екатерина. У нее белая обтягивающая юбка, которая собралась складочками. К тому же немного завышенная талия подчеркивает такой тип фигуры грушу. Помнишь, мы уже неоднократно говорили о том, как правильно подбирать юбку для данного типа фигуры. И говорили о том, что если у вас тип фигуры груша, юбка должна быть немного трапециевидной, она должна немножко расходиться. И желательно, чтобы ткань была легкой и струилась. Тогда это визуально будет скрадывать объемы, и в целом силуэт будет выглядеть легче. Но если такая юбка длинной до колена, либо немного выше. И это правило распространяется и на юбке белого цвета? Да. Абсолютное противопоказание при данном типе фигуры – это плотно сидящие, обтягивающие белые джинсы, либо плотно сидящие белые брюки. Если вы выбираете светлые, либо белые брюки на лето, они обязательно должны быть раскрешены от бедра, для того, чтобы скрыть объем опы. Белая одежда сама по себе нарядная, но мы же не можем без аксессуаров. Какие подойдут? Шикарно на белом фоне смотрятся все аксессуары в этно-стиле. То есть это какие-то глиняные бусы, деревянные, может быть янтарь, может быть кость, либо рог. То есть красивые, насыщенного цвета натуральные материалы. Но при этом лучше избегать открытого блеска. Это пайетки, стразы, золото. На белом фоне это смотрится немножечко вульгарно, и белый сильно дешевит. То есть в сочетании с натуральными материалами будет намного эффектнее. Ключевые моменты. Если у вас акцент на нижней части силуэта, выбирайте брюки устойчивой формы. То есть они должны быть раскрешены от бедра. Ни в коем случае не сочетайте с обтягивающим контрастным верхом. Если выбираете контрастный верх, какая-то туника, либо блуза насыщенного цвета, они должны быть обязательно свободные. И они обязательно должны доходить практически до середины ягодиц. За счет этого у нас объемы скрадываются, и переход от компактного верха к широкому низу выглядит более гармонично. Как, к примеру, сделала Ева Лангория. Вполне себе симпатичная блузочка. Да, но при этом плечи в сочетании даже с темной юбкой выглядят чересчур миниатюрными. Во-первых, это блузка мужского кроя, то есть с таким рубашечным воротником. Они абсолютно противопоказаны девушкам с узкими плечами. Во-вторых, она насыщенного цвета, при этом однотонная. Чем темнее и насыщеннее и однотонний цвет, тем компактнее будут казаться ваши узкие плечи. Какая прелесть. Песочные часы. Да. В первую очередь здесь на себя обращает внимание вот такой вот запах, который формирует у нас линию талии. Девушкам с узкими плечами это, конечно же, идет. Во-вторых, обращаем внимание на цельнокроенный рукав. То, что мы запретили девушкам с широкими плечами, мы настоятельно рекомендуем девушкам с узкими плечами. И обрати внимание на ворот. Он у нас сидит более свободно, не затягивает шею. За счет этого визуально расширяет верхнюю часть силуэта. И у меня есть еще два подходящих варианта для такого типа фигуры. Во-первых, это, конечно же, рукав-фонарик. Это прямое показание для таких миниатюрных девушек. Ну и в целом, любой декор на плечах, то, что визуально будет расширять плечи, нам подойдет. И, как пример, контрастные вставки из кружева. Это модно в этом сезоне. И очень много и футболок, и блуз с этим элементом. Для такого типа фигуры противопоказана широкая горизонтальная полоска в районе бедер. В сочетании с каким-то темным, либо однотонным верхом. В таком сочетании бедра получаются еще более тяжелыми, а верх еще более компактным. Для того, чтобы компенсировать такой тип фигуры, нам необходимо, наоборот, широкую полоску, горизонтальную, либо немного наклонную, применить вверху. Если у вас джинсы со средней, либо высокой посадкой, ни в коем случае не заправляйте майку в джинсы. Это только акцентирует бедра. И не забываем золотое правило. Если у вас тип фигуры, как у Бейонсе, акцентируйте верхнюю часть. Либо при помощи оголенности, либо при помощи чашечек, которые подчеркивают грудь. Всем девушкам с данным типом фигуры я рекомендовал бы выбирать более яркие топы, чтобы верх был более ярким, чем низ. Во-вторых, топы с обязательно акцентированной грудью. При помощи элементов декора, при помощи драпировки. Ну и желательно позволить себе определенную степень откровенности. Не рекомендуется использовать V-образные глубокие декольте, как вот на нашем первом силуэте. Это неправильно, да? Это неправильно, потому что V-образное декольте визуально сужает плечи. Таким образом вы еще сильнее сужаете верх и еще больше расширяете низ. И плюс, если у вас не очень крупная грудь, иногда при такой фигуре грудь бывает не очень крупная, вы визуально грудь еще и уменьшаете. И таким образом получается еще более сильная диспропорция. Для такого типа фигур больше подойдет круглое декольте. Белый комбинезон. Модно, но по-моему чуть рискованно. Да, в данном случае он не очень уместен, потому что, во-первых, белый цвет в сочетании с низким поясом у нас полнит бедра. Во-вторых, мы видим довольно узкий верх. И в целом комбинезон полностью повторяет фигуру груша и поэтому акцентирует наши недостатки. Такой комбинезон для данного типа фигуры недопустим. Поговорим об ошибках. Во-первых, обратите внимание на Дженнифер Лопес. Здесь она обтянула бедра, к тому же подчеркнула при помощи банта эту зону. И за счет этого ее попа стала визуально еще больше. Второй вариант тоже не очень уместен. Мы видим, что снова у нас не очень высокий пояс. Мы видим, что у нас присутствуют защипы. И к тому же у комбинезона штанины длинноваты. За счет этого ноги в целом, а не только бедра, смотрятся тяжеловато. Комбинезоны шьются всегда с чуть более длинными штанинами. Не ленитесь их укорачивать. Они не должны собираться большим количеством складок внизу. И Ким Кардашьян выбрал чересчур короткий комбинезон. И получается, квадратная нижняя часть визуально воспринимается очень грубо и очень тяжело. Выбирайте более женственные силуэты и более длинные варианты, если у вас крупные бедра. Есть же наверняка и положительные примеры. Конечно. Обратите внимание на Бейонсе. За счет эффектного верха, асимметричного, за счет лакового пояса, который имеет сильный стояняющий эффект, она очень удачно скомпенсировала свою фигуру. И обратите внимание на штанины. Они немного укорочены. В сочетании с каблуком это в целом силуэт делает более легким. Сальма Хайк очень удачно заземлила силуэт при помощи очень широких штанин, которые у нас фактически упираются в землю. Когда нижняя часть штанин намного шире, чем бедра, бедра автоматически воспринимаются намного легче. Выбирайте сильно расклешенные комбинезоны. Комбинезоны практически как платья, как юбки. Но это если ткань не спадающая, так как в этом комплекте. Да, и обрати внимание, как хорошо здесь сидит жакет. За счет лацканов он формирует у нас силуэт песочных часов. Но в целом здесь скорее исключение, чем правило. Если у вас тип фигуры груша, выбирайте жакеты светлее, чем комбинезон. За счет этого верх будет выглядеть более объемным, чем низ. А низ более компактный. И Ким Кардашьян. Мы помним неудачный пример. И обратите внимание, как эффектно смотрится этот комбинезон. Во-первых, присутствует запах. Во-вторых, немного завышенная линия талии. И обратите внимание, пояс совсем компактный. Пояс аккуратный и он не очень контрастный, как у Бейонсе. Если у вас тип фигуры груши, не выбирайте контрастные крупные пояса и не выбирайте контрастный низ и верх. Это подчеркнет нижнюю часть фигуры всегда. И обратите внимание, на верхнюю часть она довольно свободная. Такой свободный верх, а тем более если это рукав летучая мышь, очень удачно компенсирует бедра. Мы подобрали комбинезон с немного завышенной талией. Талию акцентировали при помощи тонкого, немного завышенного пояса. Мы помним, что пестрый принт, горох, клетка, они всегда имеют слегка стройнейший эффект. Они убирают объемы. И обратите внимание на верх. Здесь у нас присутствуют рюши и открытые плечи. Это у нас уводит внимание с нижней части на верхнюю.